МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Край богатых лесов, глубоководных рек и озёр, уникального исторического и культурного наследия. Всё это Гомельщина, живописный и стремительно развивающийся регион. Сегодня не только Гомель, но и многие райцентры, агрогородки и посёлки это уже современные европейские населённые пункты, не просто радующие глаз, но и комфортные для проживания. И без преувеличения можно сказать, что отдельная заслуга в этом принадлежит и частной инициативе жителей области. Довольно долгое время это историческое здание в центре Гомеля было неиспользуемым объектом, пока на аукционе его не приобрёл предприниматель Александр Ворожбитов. Два года длился непростой процесс реконструкции объекта. И вот в 2014-м двери посетителям открыл современный медицинский центр. 15 направлений деятельности, новейшее оборудование и квалифицированный персонал. В перспективе учреждение сможет принимать до 500 пациентов в день. По мнению сотрудников центра, это поможет разгрузить государственные медицинские учреждения Гомеля. Первостепенная задача, это, конечно, здоровье людей. Как бы это ни звучало со стороны бизнеса, но сегодня вопрос стоит номер один. Это всё-таки первое, это дать людям помощь. Второе, это зарабатывание денег. К слову, только в прошлом году предпринимателями Гомельщины было приобретено в собственность порядка 100 неиспользуемых объектов коммунальной собственности. Все они в скором времени наверняка станут достойными объектами инфраструктуры и производственной сферы региона. Этот частный медицинский центр начал свою деятельность в Гомеле ещё в начале 2000-х. Сегодня о Белсона знают и положительно отзываются не только жители Гомеля и области, но и ближнего зарубежья. В настоящее время здесь оказывается диагностическая и лечебная медицинская помощь по многим направлениям. Консультативный приём ведут врачи высокой квалификации различных специальностей. Материальная техническая база Белсона постоянно обновляется. К примеру, в прошлом году здесь приобрели три новейших аппарата УЗИ. А ещё 2014-й ознаменовался для Белсона открытием филиала в Мозыре. В ближайшей перспективе рабочие кабинеты медицинского центра появятся и в микрорайоне Гомсельмаш областного центра, а также в городе Солигорске. Буровая компания «Дельта» на бизнес-карте нашего региона существует уже более 20 лет. На данный момент предприятие является мощным подрядчиком в области свайного фундамента строения в Республике Беларусь. «Дельта» использует самый передовой опыт и технологии. Ежегодно приобретает лучшие образцы европейского оборудования. В минувшем году «Дельта» активно сотрудничала с Российской Федерацией. Экспорт услуг составил сумму свыше 33 миллионов долларов. Выручка от реализации услуг компании на одного работника в 2014-м – 1 миллиард 35 миллионов рублей. В нынешнем году буровая компания «Дельта» удостоена премии правительства за достижения в области качества. В 2015 году Светловурскому заводу сварочных электродов восполняется 10 лет. Сегодня в своей отрасли предприятие занимает одну из лидирующих позиций в нашей стране. Здесь выпускают практически весь существующий в мире спектр сварочных электродов. Основные покупатели – строительные, коммунальные и агропромышленные организации и предприятия Беларуси и России. Численность работающих на заводе – 205 человек. Причем только за последние два года здесь было создано 139 новых рабочих мест. Производственные мощности Светлогорского завода сварочных электродов позволяют выпускать порядка 800 тонн импортозамещающей продукции в месяц. Мы выигрываем не за счет цены, а за счет качества. За счет внедрения новейших технологий, за счет новейшей рецептуры в электродах. Мы уверены в качестве своей продукции настолько, что мы готовы вернуть нашим клиентам деньги, забрать назад продукцию, ну даже особо без объяснений на то причины. Но пока в моей практике такого еще не было. Успешно работает в Светлогорском районе частное предприятие «Лесфорд». Начав в 2008 году с лесопереработки, здесь постепенно осваивали и другие направления бизнеса. Изготовление комбикормов, грузоперевозки, оптовую торговлю. А в 2014-м предприятие «Лесфорд» открыло в Паричах объект придорожного сервиса – кафе «Париж». Уютное место для приятного досуга, аппетитные блюда европейской кухни, высокий уровень обслуживания и приятный интерьер – таков он Паричский Париж. В перспективе у предпринимателей ввод в эксплуатацию и гостиничных номеров. Мы ежегодно делаем большие усилия в сторону развития, постоянно самосовершенствуемся, делаем вложения как в территорию, так и в автопарк, заменяем действующее оборудование более совершенным. Акционерное общество «Сатурн-1» в Житковичах было образовано в начале 90-х. Непростое время и неясные перспективы. Но «Сатурн» не просто не сошел с орбиты, но и стал одним из крупнейших предприятий Житковщины. Сегодня на его долю приходится половина всей производимой в районе промышленной продукции. Производственные мощности «Сатурн-1» позволяют осуществлять полный цикл обработки целого ряда технически сложных деталей. Комплекты для железнодорожных составов, комплектующие нефтедобывающего оборудования, изделия для горной промышленности и домостроительных комбинатов. Всего фирмой «Сатурн-1» освоено до тысячи наименований продукции. Выручка от ее реализации в 2014 году составила свыше 83 миллиардов рублей. Экспорт товаров – 6 миллионов 200 тысяч долларов, что практически на 42% выше предыдущего 2013 года. Торгово-развлекательный центр «Три желания» частного предприятия «Торговая сеть «Продмир»» в третьем микрорайоне Жлобина хорошо известен местным жителям. В супермаркете центра всегда можно приобрести все необходимые продукты. Ассортимент самый широкий. Кроме того, здесь же работают цеха по производству мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Популярностью у населения пользуется и «Бестро» «Три минуты». Посетителей привлекает уютный зал, вкусное меню с доступными ценами, а также возможность приобрести еду на вынос по системе «Драйв». В целом, торговая сеть «Продмир» сегодня – это два продуктовых магазина, супермаркет и три заведения общественного питания. В 2015 году здесь планируют ввести в эксплуатацию современный развлекательный комплекс. В Ждобине очень высококонкурентная среда в сфере розничной торговли. И здесь, для того, чтобы быть успешными, необходимо предлагать достойное качество услуг, конкурентные цены, а также комплекс дополнительных услуг. Мы заключили в прошлом году инвест-договор с Роменским облсполкомом. По этому инвест-договору мы взяли на себя обязательство построить еще многофункциональный развлекательный центр. Чечерский предприниматель Сергей Захаренко в свое время начинал с деревообработки. Сегодня у него многопрофильный бизнес. Одним из последних освоенных направлений стал агроэкотуризм. Предприниматель убежден – туристический потенциал Гомельщины и его родного Чечерского района просто огромен. При должном подходе за несколько лет эти места можно превратить в настоящий агроэкотуристический рай. Сам предприниматель первые шаги в этом направлении уже сделал. Гостинично-банный комплекс в деревне Городовка уже несколько лет принимает гостей. Все от города устали. Хочется как-то все под дерево, чтобы от бетона, от города, от асфальта люди могли отдохнуть. Были здесь из Германии, из Италии, из Казахстана. И россияне тоже, еще чаще, наверное, чем белорусы бывают. Москва, Белгород, Тула. Этот живописный природный уголок под Гомелем имеет свое очарование в любую пору года. Фермерское хозяйство Владимира Мещерского существует уже более 10 лет. На сегодняшний день 40 гектаров площади здесь занимает яблоневый сад, урожайность которого порядка 20 тонн яблок с гектара. Кроме того, в хозяйстве выращивают еще и овощи, а также декоративные растения. Несколько лет назад у предпринимателя возникла идея сделать здесь и агроусадьбу. Ведь место это само по себе удивительное. Удобное размещение относительно города и прекрасная природа. Постепенно своими силами начали воплощать задумку в жизнь. Окультурили территорию, запустили в водоем рыбу, построили беседки, поставили мангалы, открыли продуктовый магазинчик. А вот настоящей изюминкой агроусадьбы решено было сделать катание на лошадях. Сейчас каждый желающий может посетить функционирующий здесь конный клуб с говорящим названием «Кони в яблоках», где профессиональный инструктор, а также иппотерапевт Наталья Никонович обучит азам верховой езды. В итоге уже сегодня посещаемость агроусадьбы до 200 человек еженедельно. И это при том, что здесь воплощены еще далеко не все задумки. Развитие идет полным ходом. Сейчас мы обустраиваем тоже в рамках агроусадьбы гостевой дом. Гостевой дом будет, он уже состоит из двух этажей, интерьер там уже внутри готовый, состоит из спальни и столовой. Пять человек семейного типа может там разместиться на одни сутки или на более продолжительные сроки. Также можно пользоваться нашим магазином и нашими услугами по приготовлению завтрака. Гомельская корчма «Будьма» уже не один год радует настоящей белорусской кухней, горожан и гостей областного центра. Полтора года назад подобное заведение открылось и в Гомельском районе, близ деревни Борец, в 150 метрах от трассы М8. В загородной корчме посетители угощают хорошо знакомыми и полюбившимися гостям Гомельской «Будьмы» блюдами белорусской кухни. Однако здесь, помимо ресторана, посетителям предлагается еще и целый комплекс услуг. Это и уютные гостиничные номера, всего их здесь 20, и баня, тир, площадка для пейнтбола. В ближайшем времени введут в эксплуатацию конференц-зал с офисным помещением. В перспективе здесь же планируется открытие парка аттракционов и обустройство небольшого спортивно-тренировочного комплекса. К слову, разместилась загородная корчма на базе бывшего пионерского лагеря «Орленок». Его предприниматели выкупили на аукционе в 2010 году. Мы длительное время искали, где можно взять похожий объект, потому что на ровном месте это построить достаточно сложно. И в 2010 году нам был предложен пионерский лагерь «Орленок» «Белпочта». Нам он более-менее подошел по местоположению, потому что близко расположен к объездной дороге. Можно его рассматривать и как объект придорожного сервиса, и как объект агроэкотуризма. Почему именно корчма? Это как и продолжение нашего бренда, который находится в городе Гомеля на улице Привокзальной. И в том плане, что корчма подразумевает собой не просто предприятие, вернее, объект, где можно поесть, а в старом понимании это место, где можно путнику передохнуть, провести время и продолжить свой путь. Ну а также сюда можно приехать просто, отдохнуть с города, от городской советы. В Рогачевском центре поддержки предпринимательства частного предприятия «УДО Леон» обслуживается более 20% предпринимателей района. Есть и клиенты из Щечерска, Кормы, Жлобина, Бобруска и даже Минска. Основная сфера деятельности – ведение бухгалтерии и бизнес-консультации. Обратившись сюда за услугами, предприниматели могут заниматься исключительно практическими делами своего бизнеса, оставив дела бумажные специалистам. Начинающие же бизнесмены или те, кто только планирует основать свое дело, здесь могут получить всю необходимую информацию относительно его организации и ведения. Кроме того, для постоянных клиентов в центре проводятся семинары по повышению экономической грамотности. Бесплатные, как, к слову, и консультационные услуги. Я думаю, этих центров надо больше. Все-таки сейчас много людей, которые заняты бизнесом. В целом, да, это очень облегчает работу. Настоящей визитной карточкой бизнеса Гомельщины сегодня можно назвать Общественное объединение содействия развитию частного предпринимательства «Единство», в которое входят 70 предпринимателей со всех уголков Гомельской области. Одной из основных изначальных целей объединения – диалог с исполнительной властью, по признанию самих предпринимателей «Единство», сегодня вполне реализовано. За время существования объединением было организовано порядка 40 встреч с представителями государственных служб и ведомств в формате «бизнес-завтрака», а еще информационные дни, деловые ужины, круглые столы, дискуссионный клуб, бизнес-школа и многое другое. В «Единстве» практикуют самые различные форматы мероприятий. Немало примеров на Гомельщине, когда молодые люди начинают свое дело практически со студенческой скамьи. Многочисленные специализированные курсы и семинары, проводимые в области, дают теорию и практику ведения собственного дела и способствуют привлечению молодежи в сферу бизнеса. Одно из самых результативных в этом плане мероприятий – ежегодный международный чемпионат «Молодежь в предпринимательстве». Участие в нем формирует у студентов лидерство и ответственность. Черты, которые пригодятся в будущем, независимо от того, станут ли ребята предпринимателями. Впрочем, как показывает практика, тех, кто идет именно в бизнес среди бывших участников чемпионата немало, а если есть достойная смена, значит сфера предпринимательства бесспорно будет развиваться и процветать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова